В Наринмаре открылась летняя творческая школа «Дети Севера-2018». Социально значимый проект, разработанный детской школой искусств, получил финансовую поддержку участников Харягинского СРП. Занятия будут посещать 30 учеников ДШИ в возрасте от 8 до 16 лет. Все они являются лауреатами и дипломантами различных конкурсов. Художники, баянисты, аккордеонисты, домристы и балалайшники. 30 лучших воспитанников детской школы искусств Наринмара будут пополнять багаж знаний и умений, совмещая активный отдых с углубленной профессиональной подготовкой. Летняя творческая школа – это художественные выставки, конкурсы, творческие мастерские, музыкальные гостиные, концерты и мастер-классы преподавателей высшей школы. Для вас приедут с вами работать профессора, мастера высокого класса. Нижний Новгород консерватория рвется к нам сюда для работы с вами. Озеров Сергей Баянист, Неманова Мария Тамристка. Кроме того, к нам едет из Санкт-Петербурга Варфоломеева Светлана. Для вас может снова художник ничего не говорит, но скажите, пожалуйста, кто смотрел мультик «Барбоскины»? Вы поднимите руки. Хорошо. Кто смотрел путик Иван Царевич и «Серый волк»? Так вот, если этих персонажей создала Светлана Варфоломеева, которая сюда едет с вами работать. Проведение летней творческой школы на базе ДШИ – это часть социальной программы компании «Зарубежнефтдобыча Харьяга», ориентированной на поддержку образования и обеспечение доступности образовательных возможностей для всех детей. Общение и уроки с приглашенными педагогами, а также творческая атмосфера непременно принесут свои плоды в будущем. Для нас ДШИ – это надежный партнер, и, ну, честно говоря, нам очень удобно работать, мы находим понимание, творческий подход, поэтому для нас проект ДШИ, не скрываясь, скажу, самые легкие, наверное, самые легкие приятные. Завершится обучение в летней творческой школе 16 июня награждением участников специальными сертификатами, художественной выставкой и праздничным концертом под единым названием «Траектория таланта». Анастасия Саботович, Мария Владимирова, Вадим Носкин, телеканал «Север».